Лето, солнце, Волга, пляж. Жара так и манит людей к воде. Но не стоит забывать, что купаться можно только в специально оборудованных местах. Соблюдайте правила безопасности при нахождении на водоемах. Купайтесь только в проверенных местах на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. Не забывайте за ограничительные знаки мест, отведенных для купания. Не оставляйте детей в воде без присмотра. Взрослых, будьте осторожны и ответственны. Соблюдайте социальную дистанцию. Берегите себя и своих близких. Третий день стоит аномально жаркая погода. Горожане устремились на пляжи. МЧС объявила оранжевый уровень опасности. Для любителей отдыха на солнце это чревато возможными солнечными ударами. Если все-таки произошел солнечный удар, то необходимо, первое, вызвать скорую медицинскую помощь. Второе, переместить пострадавшего в тень, в прохладное место, положить его, расстегнуть стесняющую одежду, под голову положить валик или подушку, если это возможно. Если человек находится в сознании, то необходимо ему выпить прохладной воды. Еще одна опасность, которую таит в себе отдых на воде – купание в необорудованных местах. С апреля по июль этого года в водоемах Чувашии утонули 14 человек. Вот последние дни очень часто мы начали людей вытаскивать из-под воды утонувших. Последние два дня вот 4 человека. Это вот Маргаушский район 2 человека и Урмашский район 2 человека. 14 случаев, которые утонули – это все места, где запрещено купаться, необследовано и места не проверены водолазами. Из 14 могу сказать, что 9 утонули в нетрезвом состоянии. Немалую опасность стоят в себе и водные транспортные средства. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил передвижения по воде и о том, что садиться за руль водного автомобиля в нетрезвом виде нельзя. Богдана Дойникова, Юлия Дюкова, Николай Скворцов, Бахтияр Велиев, Республика.